Всем привет, дорогие друзья! С вами Глеб Задоя и в сегодняшнем видео мы поговорим о покупке Яндексом Банка Тинькофф, а также я дам прогнозы по рынку на ближайшее время. Предыдущий такой прогноз вы можете найти вот здесь вот в подсказках. И сразу в начале видео я хочу обратиться ко всем моим подписчикам. Обычно я говорю это в конце. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Друзья мои, но я хочу это сделать в самом начале. Авансом, пожалуйста, поставьте лайк, обязательно напишите хоть что-нибудь в комментариях. И поделитесь этим видео, это очень важно. И это не только дает мне какие-то там очки, сколько мы набрали лайков, сколько мы набрали комментариев. Я просто по вашей обратной связи, по вашим лайкам, по вашим комментариям вижу, насколько заходят или не заходят те или иные темы. И чем больше я вижу отклика от вас, тем больше у меня появляется мотивации писать полезный контент для вас. А я надеюсь, что он для вас действительно полезен. Итак, давайте начнем с новостей о том, что Яндекс покупает банк Тинькофф. Слухи об этом, в общем-то, там как-то ходили уже и ранее. Сейчас они подтверждаются. И если мы говорим о бизнесе этих двух компаний, то для бизнеса это, конечно, крайне позитивно. Собственно, вчера мы с вами уже видели, как и акции Яндекса, и акции банка Тинькофф на этих новостях просто взлетели в небеса. И для бизнеса это действительно очень хорошо. Во-первых, Яндекс, который все глубже и глубже проникает в нашу с вами жизнь и захватывает, ну, просто все интернет-пространство в России, появление вот такой еще финансовой структуры в своем таком большом холдинге. Это, конечно, было бы очень круто, потому что для Яндекса это отличная точка роста, отличная точка развития. Для банка Тинькофф это тоже, конечно же, позитив, потому что, ну, ни для кого не секрет, что банк Тинькофф, во-первых, у него там были определенные сложности, определенные проблемы в связи с ситуацией вокруг Олега Тинькоффа, его преследования в США, его болезни и так далее, там, котировки акций, несколько негативно реагировали на все эти новости. Но, помимо этого, ни для кого не секрет, что банк Тинькофф является такой костью в горле для очень многих госбанков и, на мой взгляд, синергия между Яндексом и банком Тинькофф позволит вот этот вот, ну, убрать лишние риски с банка Тинькофф, того, что там будут какие-то, может быть, там, отожмут бизнес, да, как-то будут давить госбанки, там, как-то поглотят недружественные и так далее. Я думаю, что эта синергия, она для бизнеса очень позитивна, но если мы говорим про, там, эти компании и говорим о них с позиции обычного пользователя, то вот мне, честно говоря, эта синергия, вот это слияние, поглощение, покупка, мне не очень нравится. Потому что, ну, конечно, мы все с вами однозначно пользуемся какими-то ни было сервисами Яндекса, но мне, честно говоря, не очень нравится, что Яндекс уже начинает проникать, ну, буквально во все сферы нашей жизни. Он имеет доступ и к нашей почте, и к нашим поездкам на такси, и Яндекс.Кассой мы пользуемся, Яндекс.Дзеном, там, Яндекс.Афишей и так далее. И еще если Яндекс будет иметь доступ к нашим финансовым транзакциям, я, честно говоря, как потребитель смотрю на это, ну, как-то так умеренно негативно, скажем так. Ну, а что касается банка Тинькофф, то Тинькофф это самый прогрессивный и самый лучший, самый удобный банк из всех, какие есть сейчас в России. И это, в общем-то, ни для кого не секрет. Я сам активно пользуюсь услугами этого банка и всем советую ими пользоваться. Если вы не пользуетесь, если у вас нет карточки Тинькофф, то вы для меня как минимум странный. Я, кстати, ссылку на открытие карты в банке Тинькофф оставлю под этим видео, так что переходите, обязательно заказывайте карту. Это реально самый лучший банк с точки зрения техподдержки, с точки зрения банковских продуктов. Недавно, кстати, я на своем канале, втором канале записал видео про новый сервис Тинькофф, это инвесткопилка, который я также рекомендую, соответственно, использовать. Ссылка на это видео где-то вот здесь сейчас в подсказках будет, ну, и будет, конечно, в описании к этому видео. Так вот, вот эта синергия Яндекса и Тинькоффа, я, честно говоря, несколько сомневаюсь, что она будет плодотворно влиять на сервис банка Тинькофф. Ну, скажем так, есть у меня в этом некоторые сомнения. Ну, а как оно будет на самом деле, это, конечно же, покажет практика. Для бизнеса обоих компаний, опять же, это очень позитивные новости об их слиянии, об этой покупке. Поэтому, конечно, нужно сейчас рассматривать как Тинькофф, так и Яндекс для покупки в собственной портфеле. Ну, а мы с вами переходим к новостям о таких глобальных финансовых рынках. И начнем мы с того, что, когда мы записывали последний раз видео с прогнозом, американский фондовый рынок был на подъеме, он там стремительными темпами рос. Сейчас же, если мы посмотрим на дневной график индекса S&P, индекса NASDAQ или Dow Jones, мы увидим, что американский фондовый рынок развернулся. И сейчас он уже падает. Он не падает как-то катастрофически, нет, это не какое-то там шквалистое падение. Это просто новый нисходящий тренд, который, честно говоря, на мой взгляд, продлится не очень долго. И я думаю, что вот этот нисходящий тренд, который мы сейчас наблюдаем на американском фондовом рынке, это возможность для покупок по более привлекательным ценам. Ну, чего ж греха таить, в общем-то, ни для кого не секрет, что в последнее время американский фондовый рынок был, ну, мягко говоря, перегрет. Но, на мой взгляд, упасть он не может, сильно, по крайней мере, в текущей ситуации он упасть не может, ну, просто потому, что в рынок залили слишком много денег. И слишком сейчас низкие процентные ставки, и только изменение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы может действительно привести рынки к обвалу. Но я не думаю, что Федеральная резервная система сейчас будет что-то делать такое, чтобы действительно рынки прям рухнули. Охладить, да, но чтобы допустить падение рынков глобального, в это я, честно говоря, сейчас верю не очень. Опять же, слишком мягкая денежно-кредитная политика, слишком низкие процентные ставки и слишком много денег залито в финансовые рынки, это не даст им сейчас упасть. При этом с разворотом на американском фондовом рынке вниз мы увидели разворот по индексу доллара вверх. И если раньше мы говорили о том, что индекс доллара падает, то сейчас мы можем констатировать факт, что на дневном графике индекс доллара к корзине валют развернулся и начал расти. Ну, собственно, все логично. Инвесторы выходят из акций, переходят куда? Переходят в валюту, переходят в доллары. Так что все, в общем-то, вполне разумно, закономерно, логично и так далее. И переходя от истории от индекса доллара, да, не могу не упомянуть ситуацию с российской валютой, потому что у многих всегда вызывает вопрос, Глеб, где там доллар падает, где доллар там растет? У нас против рубля доллар растет постоянно. Да, к сожалению или к счастью, я не знаю, наша экономика находится сейчас в таком серьезном, не нокауте, но как минимум нокдауне. У нас жуткий дефицит федерального бюджета, низкие цены на нефть, там есть высокие риски второй волны коронавируса, но об этом мы чуть-чуть еще попозже с вами поговорим. И, конечно же, в этих условиях рубль, он не может дорожать. Единственное, что может быть сейчас, это падение курса рубля против доллара. Поэтому сейчас ничего особо сильно не меняется. Я уже неоднократно говорил, что ближайшие цели по доллару это 77 рублей за доллар, а следующая цель это, соответственно, 80 рублей за доллар. Ну и последнее, о чем хотелось бы сказать, вот с точки зрения именно инструментов, это ситуация с золотом. Последний раз, опять же, когда мы записывали видеопрогноз такой, то у нас золото находилось на своих максимальных за всю историю значения. Сейчас золото откатило и вот всеми возможными способами цепляются котировки золота за отметку в 1900 долларов за тройскую унцию. Уже несколько дней подряд пытаются продавить эту отметку, пока это сделать не получается. К закрытию котировки все равно откатывают к этому очень сильному уровню и нужно очень внимательно наблюдать именно за ним. Если 1900 продавим, в этом случае открывается простор для падения 1850, может быть 1750. Если задержимся все-таки выше 1900, то снова нас, соответственно, с вами ждет подъем. Ну и не забывайте о том, что падение финансовых рынков, которые сейчас, собственно, происходят, может привести к бегству капиталов защитные активы, в коих находится, собственно, и золото. Поэтому падение золота в любом случае я буду рассматривать как возможность купить по более привлекательной цене. Ну и самое главное, что хотелось бы еще сегодня отметить, это рассказать про два самых важных риска, которые сейчас есть для мировой финансовой системы, для мировых финансовых рынков. Первый риск, это, конечно же, коронавирусная инфекция. И если раньше еще говорили о том, что, ну, может, будет вторая волна, может, не будет, может быть, будет там введение новых карантинных мер, а может быть, не будет, то сейчас уже как свершившийся факт, вторая волна, она уже идет, в общем-то, марширует по миру. Израиль уже закрылся на повторный карантин. Греция заявляет о том, что будет вводить карантинные меры. В Великобритании идут разговоры о введении повторного карантина. Вторая волна в Испании, вторая волна во Франции. Причем эти вторые волны, они там гораздо более серьезные, чем была первая волна. И, в общем-то, вторая волна, она уже наступила. Мы все с вами знаем последствия первой волны коронавирусной инфекции для мировой экономики, для мировых финансовых рынков. Что сделает вторая волна? Ну, в общем-то, я думаю, всем прекрасно должно быть понятно. Хорошего ничего здесь ждать точно не стоит. Это первый главный риск, на который я бы сейчас обратил внимание. Вторая волна, она уже наступила. Вопрос лишь только в том, насколько существенной она будет, насколько там большое количество стран будет закрываться на повторные карантины, и, собственно, насколько сильно, в общем-то, это все ударит по мировой экономике. Это пока вопросы открытые. Ну, и второй важнейший риск, это, конечно же, 3 ноября. Это выборы в Соединенных Штатах Америки. Кто придет к власти, останется Трамп, который топит за рост фондового рынка американского, или придет Байден, который, как говорят, утопит финансовые рынки, да. Это остается открытый вопрос, а 3 ноября, друзья, оно уже совсем-совсем скоро. Я думаю, что мы запишем такие, еще подобный видеопрогноз перед 3 ноября. В общем-то, я думаю, что ситуация еще как-то изменится. Но на текущий момент рекомендации, которые я бы мог дать, что делать, это внимательно следить за золотом и отметкой в 1900 долларов за тройскую унцию, ждать коррекции на американском фондовом рынке для открытия сделок на покупку. Опять же, на мой взгляд, есть смысл сейчас, во-первых, смотреть на возможность купить по более привлекательной цене акции американских компаний, хранить однозначно деньги в долларах, потому что доллар у нас в России дорожает и будет продолжать дорожать. И делайте ставки на те компании, которые в меньшей степени пострадают от коронавируса. На те компании, которые научились или умеют работать в онлайне. На те компании, на бизнес, в которых коронавирусная инфекция не будет существенным образом влиять. На крупные компании, которые, в общем-то, стреляли и в первую волну коронавирусной инфекции. Ну и продолжайте держать нос по ветру, не надо пытаться торговать против рынка. Видим рост, покупаем, видим падение, соответственно, продаем. Американский фондовый рынок падает, продаем. Покупаем только после того, как стабилизирует ситуация и начнется, соответственно, новый подъем. Итак, на этом, в общем-то, на сегодня все. Если вы досмотрели это видео до конца, то не забываем, что нужно поставить лайк, написать комментарий. Я надеюсь, что это видео действительно было для вас полезно и интересно. Ну а если вы досмотрели до конца, то посмотрите на моем канале. Есть еще несколько интересных видео для вас. Допустим, первое видео о том, как генпрокуратура проходится катком по форекс-индустрии в России. Я думаю, вам это видео должно быть интересно. А также очень много вопросов я получаю о том, как получить статус хвал инвестора для участия в IPO, да и не только в IPO. Видео с ответом на этот вопрос тоже есть у меня на канале. Обязательно его смотрите. Ссылка сейчас будет где-то либо в подсказках, либо в описании к этому видео. С вами был Глеб Задоя. Всем успехов в торговле и в инвестициях. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok